Это Адмиралс, меня зовут Лембетов. Когда наблюдаете за ценой, полезно представлять ее как движение мячика, а уровень стенкой. Если траекторию отметить линии и смотреть на нее через призму поведения мяча, то движение цены становится более понятно. Разобьем линию на равные участки, построим свечной график. После мысленного эксперимента с мячиком, свечной график становится более понятным. Теперь сосредоточимся на двух областях, где цена сменила направление. Вначале был рост, который сменился снижением. Прежде чем двинемся дальше, разберемся, как происходит рост и снижение цены. Для этого будем использовать стакан заявок. Важно понимать, я не рекомендую торговать по стакану заявок. И сам так не торгую. Но на таблице лимитных заявок или на сленге трейдера в стакане хорошо разбирать, как на бирже происходит взаимодействие покупателей и продавцов. Хороший водитель должен понимать, как устроен двигатель, а хороший трейдер – как происходит взаимодействие заявок. Обычно стакан выглядит примерно так. Есть столбец, где показаны цены, и столбец с количеством лот. Также таблица разбита на покупателей и продавцов. Важно понимать, стакан – это таблица лимитных заявок, то есть заявок по конкретной цене. Для наглядности и чтобы не заниматься арифметикой, стакан в примере будет выглядеть упрощенно. На каждой цене будет стоять заявка с одним лотом, и только на цене 105 будет большая, по нашим меркам, заявка в 100 лот. Сделки не могут совершаться без рыночных заявок. Пусть в нашем случае покупатель выставил рыночную заявку в 11 лот. Как видите, рыночная заявка поглотила лимитные заявки со 100 до 105. Поглотила – значит, по этим ценам совершили сделки. И только большая заявка, выставленная на цене 105, сдержала рост. В большинстве случаев, когда наблюдаете за стаканом, вы видите нечто подобное. Только не видно исполнение рыночной заявки. Это знакомо, но ненаглядно. Поэтому оставим все как есть, только отображение стакана немного изменим. Теперь, когда будет исполняться рыночная заявка, мы увидим, как происходит рост цены. Рост и в прошлый раз был, но из-за центровки стакана мы на это не обратили внимания. А сейчас все очевидно. Таким образом, под воздействием рыночной заявки на покупку цена выросла. Но столкнувшись с большой заявкой на продажу по цене 105 и рыночной заявкой на продажу 5 лот, начало снижение. Нам важно понимать, что уровни сопротивления – это комбинация большой плотности лимитных заявок, которая была поддержана рыночными заявками. Обязательно рыночными заявками, потому что лимитные заявки сами по себе разворот цены не формируют. Поэтому каждый рост на рынке цены формируется рыночными покупателями, активно выкупающими лимитных продавцов. А снижение происходит за счет рыночных продавцов. Уровни формируются благодаря плотности лимитных заявок. Так как в реальной жизни заявки выставляются не на одной какой-то конкретной цене, а в диапазоне, то уровень – это не одна цена, а диапазон цен или зона. Посмотрим несколько примеров таких зон. Приведенные примеры – это только схемы. Задача этих образцов – показать идею. Грубой ошибкой будет искать один в один нечто похожее. Важно понять суть, как формируется зона сопротивления или поддержки, не зацикливаясь на точных характеристиках. Это направление поиска, а не образец. Говоря об уровнях, мы не затронули такой важной темы, как с какой стати уровень, который был вчера или год назад, будет работать прямо сейчас. Согласитесь, вопрос очень важный. Не понимая его, двигаться дальше бесполезно. Разберемся в этом. Цена растет, мы открыли покупку, рассчитывая заработать на росте. Движение в одну сторону не бывает бесконечным. Поэтому, видя, что цена подходит к историческому максимуму, решаем закрыть всю сделку или хотя бы ее часть. Для этого под уровнем выставим лимитную заявку на продажу. Чем ближе цена будет к уровню, тем больше под ним соберется лимитов на продажу. А как мы выяснили раньше, плотность лимитов останавливает цену. Но для разворота нужна еще и рыночная заявка. Поэтому будет плотность рыночных заявок. То есть они появятся в этот момент. Чтобы научиться видеть, когда появляется поддержка рыночных игроков, посмотрим примеры. На графике хорошо видно место формирования разворота цены. Показал линиями даже самые незначительные проколы. Так как они формируют зону сопротивления, отметим ее красным. Уровень очевиден, формировался больше часа. Посмотрим, как на него реагировал график. Как видите, цена дважды не могла его преодолеть. Еще один уровень. Смотрите, как цена на него точно прореагировала. Но второй раз его распилили. Использовать его больше нельзя. Это пример к вопросу о том, как долго пользоваться уровнем. Ответ. До тех пор, пока он не сломался. В нашем случае сломался означает уровень распилили. Еще пример. Чтобы строить уровни правильно, нужно искать на графике места, где цена изменила направление движения. И отмечать найденные таким образом зоны. В этих зонах, скорее всего, и будет разворот. Прежде чем расскажу о том, как использовать уровни для входа, еще пример. Цена сформировала максимум ценовой волны, после чего ушла вниз. Это чем-то напоминает пример с мячиком. Нижний уровень сформирован не ближайшими точками, но находящимися в одном диапазоне. То есть расположенными по шкале цены очень близко. То есть две точки, от которых изменилось направление движения цены. Отметив таким образом уровни, посмотрим реакцию цены на них. Продавцы победили. Но до этого цена длительное время находилась в диапазоне, каждый раз отталкиваясь от уровня и меняя направление. Именно эту особенность мы будем использовать в трейдинге. Главная особенность уровня – минимальная величина риска в зоне самого уровня. Мы предполагаем, что цена изменит направление, а уровень – зона смены направления. Оказывается, используя эти особенности, можно просчитывать движение цены и входить в прибыльные сделки. Посмотрим, как это делать. Если цена находится между уровнями, то может показаться, ее траекторию не просчитать. С одной стороны это верно, с другой – нет. Давайте разбираться. Тут два важных момента. Первый – тренд. А второй – мы не прогнозируем поведение цены, а присоединяемся к нужному. Например, если цена тестирует поддержку на восходящем тренде, открываем покупку. Если цена пробивает сопротивление и откатывается, на откате покупаем. Никаких других вариантов при подобной стратегии не рассматриваем. Также дело обстоит и с тренда вниз. При тесте сопротивления открываем сделку – короткую сделку. При пробое поддержки входим в короткую сделку на откате. Стоп в каждом случае ставим за уровень. Стоп необходим, так как это как страховка альпиниста. Нет страховки и альпиниста не будет. Поэтому подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, используете ли в своей торговле уровни, подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!